Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки и не за легенды И ежедневные награды за лигу сёгунов 2 звезды я забираю Так, у нас с вами 505 долларов, и я как раз смогу себе купить именно ребята телепорты Да, они мне очень сильно нужны, 100 штучек приобретаем Шикарненько, значит дальше мы с вами сможем искать персонажей, ну соответственно выполнять задания и находить на них ДНК Так, что, давайте наверное начнем с турнирной арены, посмотрим Да, ребят, вот я вчера, видите, о чем говорил, мы добрались с вами до лиги сёгунов 2 звезды А сегодня я уже, да, прошел сколько там времени, ну пускай даже 10 часов, и я уже оказался на лиге самураев 2 звезды То есть быстренько нас скидывают, но мы с вами обратно туда будем заползать Так, Озгур, у нас здесь есть такой паренек, и я думаю, что надо наверное сразиться именно с ним Потому что здесь есть Донателло, который имеет бронзовый ранг, соответственно для нас это изи Так, 44 уровень здесь максимальный, поэтому будем с вами приступать Так, смотрите-ка, ребята, у меня тут есть кого подобрать Я возьму, наверное, Крипа, возьму Донателло Видение сюда Также возьму Рокстеди Подожди-ка Главное опять не лопухнуться, как я обычно это люблю делать Давай возьмем Шархана сюда, и Давай-ка, наверное, возьмем Пульверизатора Так, у нас с вами здесь 2 провокатора Один хиллер, но этот хиллер лечит сам себя, и так у нас Крип Так что в наших интересах в данный момент как можно быстрее забомбить, ребята, вот эту вот морозильную кошку Начнем, пожалуй, с нее Так, провокацию срочно берем Так, давай, Пульверизатор, не подведи меня, главное А мы с вами за это время хил... Нет, смотрите-ка, ребята, он не стал хилить Оу Парничка, вот это, конечно, ты зря сделал Что... Блин, Доня, успокойся Ты смотри, что это делает, а Так, поехали, кувалду, в лобешник Ой-ой-ой-ой-ой, даже ничего не получилось у нас Хорошо, а так если сделаем... Да ладно тебе Так, я пока провокацию, наверное, брать не буду А просто, наверное, давай вот так вот Отлично, морозильная кошка минус Так, следующий кто у нас будет? Я думаю, что, наверное, надо убирать Хотя вот этот тоже крепкий, да? Бибов-то наш Но я, скорее всего, возьмусь за Донателло Ну, постепенный урон, это хорошо Так, этот уходит у нас в инвиз Ладно, пускай там стоит Так, что бы нам сделать? Давай попробуем добить Доника Шикарно Так, теперь... Рафаэль что делает? Ага, либо замедляет, либо крит вешает себе Он замедлил Так, провокация пока еще висит Ну-ка, давай-ка мы, наверное, вот так И... О, хорошо-то как Ребят, все тип-топ у нас Я думаю, что здесь у нас все получится Так, звезданем Слушай, ну он шикарно бомбит на самом деле Вот этой вот своей... Я бы сказал, даже не секира, топор, наверное, да? Так, накрываем Рафика И теперь будем кромсать того парнишку, который у нас стоит в инвизе Есть, изи Я считаю, что это изи, ребята У нас отличная победа И мы с вами переходим далее Так что у меня голос охрип Не подзаболеваю ли я? Не хотелось бы, если честно Так, ну что, ребята, мы с вами переходим на самурая 3 звезды У нас 67 позиция И давайте-ка дальше будем проходить Ух ты, Евгений Опять же, смотрите, ребята Здесь у нас есть бронзовый персонаж Это у нас Кирби Кирби сам по себе ватный А уж в бронзе Так, мы тем более его распишем И максимальный уровень я здесь вижу 45 Раз, два, три Можно даже, наверное, левую здесь взять Слушай, ну мы опять с вами рискуем Опять рискуем И я для этого возьму Так, секунду Давай, наверное, я возьму Змейка Вьюна Слушай, уберем мы отсюда Рокстеди Потому что я как-то не уверен И возьму сюда лучше Ваньку Стиранка Вот такой командой, я думаю, что у нас все получится Погнали Так, массовые атаки у нас две Даже три будут Так, начнем вот с этого удара Он довольно неплохо бомбит Ммм, да А если вот так вот сделаем Главное уничтожить нам Кирби Потому что он может захилять Нет, уже никакого хила не будет И это шикарно Так, ну что, Ванюша По-моему, надо тебя разобрать Шикандос Провокацию брать, не брать Ладно, давайте возьмем провокацию с вами На Леонарда Вот так это будет выглядеть А он вешает защиту Ну, я думаю, что это ему не поможет Опять же, изи Опять же мы с вами, ребята, переходим Переходим дальше Посмотрим, на какую у нас сейчас ступень посадят Ну-ка, показывайте 67-я и становится 32-я Слушай, скорее всего, мы сейчас с вами заберемся обратно на Сёгуны Так, кого бы нам выбрать с вами, а? Хм, Аллакса Давай, наверное, мы выберем Аллаксу 47-й максималка, да, здесь И очень много серебра Слушай, ну вот здесь Нет, они практически одинаковые Но этот послабее будет по уровню Ладно, напросился А мы согласились, да? 47-й уровень Значит, нам нужно взять сюда Усаги Возьму Бибопа Крысиный король, наверное, пока отдохнет Хм, возьму Донателла сюда И Паукуса Я вот не знаю, стоит ли нам брать Армагона Я думаю, надо Нам нужно взять его У нас нету ни одного, ребята Здесь провокатора Но зато есть дополнительная защита Даже две Первая идет от Донателла Вторая идет от Усаги Ну, опять же, нужно нам Кирбиса уничтожить Как бы нам лучше сделать Либо сейчас бомбануть по нему Либо нам поставить контратаку Да? По возможности с защитой дополнительной Сейчас проверим Слушай, ну неплохо, неплохо Получилось А вот теперь Твою ж налево У меня 100% шанс есть добить Либо вот этого Донателла Либо классику И я все-таки, наверное Вот этого Классического Потому что он, ребята Может пробафать Да? На защиту команду А также может У-у-у-у Слушай-ка А если мы вот так сделаем Упадут же, ребятули Вообще Блин, слушай Я не знал, что у Армагеддона Вот этот вот массовый урон До того мощность Что просто команда вся падает Есть смысл прокачать эти Вот что могу сказать Да, я над этим подумаю И посмотрим Сможем ли мы с вами сделать Ну что, 22 позиция До сих пор еще В Лиге Самураев 3 звезды Нам до Сегунов Как до Китая Рака Да шучу На самом деле тут остался 1-2 боя И мы будем с вами там И на этот раз Выбираем, наверное Джереми Потому что здесь 48-49 уровень Хотя тут тоже есть такой же 49-й И 48-й Тут вообще Блин, они практически Похожи Если честно Вот эти команды Все Ну я, наверное, тогда возьму Джереми Раз уж они все похожи И раз уж я выбрал Именно его Тогда и начнем Разбирать Шредера возьму сюда Так, Сплинтера Возьму Хана И нужно двух Более-менее мощных Это будет у нас Зэк И будет у нас, наверное Крис Или же... Нет Лучше я возьму Рокзара Слушай, Рокзар Конечно, хорош, да Но у него нет массовых атак И у него Провокация Ну, как бы, ну ни о чем Он не контрит Да Он просто Терпила какой-то Терпит удары И все Единственное, что он, конечно Мою команду Когда встает в провокацию Бафает на усиление Атаки Давай-ка мы вот этого, наверное Расчехлим Заргут Так, теперь попробуем Массовая атака от Шреддера И посмотрим Упадут кто Да Очень неплохо, кстати Теперь Эйприл Ну и в конце Нейтрализатор Все, ребята Тут, опять же, хорошо у нас получилось Команда сыграла На 100% Я даже не могу к ней придраться Тогда мы с вами, наверное, сейчас Вряд ли, конечно, перейдем Но хотелось бы Да, ребята Все, Гуни Одна звезда Так Вряд ли, конечно, перейдем На двухзвездочный Но хотелось бы Так, 53-й, 51-й 51-й, 48-й, 50-й Кого взять-то нам лучше здесь, а? Хм Так, надо брать таких У которых меньше всего Массовых атак, да? Нет провокатора и так далее Марк, нифига у тебя там физиономия Это маска, надеюсь? Хе-хе-хе Давай возьмем, наверное, Марка Да Тут 48-й, 49-й, 47-й А тут уже полтиннички везде светятся Причем не один полтинничек А тут всего лишь один Так что вперед И с песней Возьму сюда Бакстера Стокмана Возьму Криса Брэдфорда Угу Возьму нейтрализатора Возьму одного Хилла Это будет Кирби у нас И кого бы еще-то нам взять сюда? Хм Кого бы нам еще взять? Ладно, возьмем Карайку Карайку классическую, да Не мутированную Так что Блин, ну и физиономия, ребят Хе-хе-хе Это из какого-то видоса, наверное Так, погнали Чик Ага, шикандос Я делаю дополнительную, ребят, защиту От Криса Брэдфорда На нашу команду И теперь вот эту вот волну запускаем Слушай, они Так и так бы все упали Ну ладно Раз мне дают возможность их добить Естественно, будем добивать Хотя на них на всех висела постепенная Как бы, говорится, атака, да Урон постепенный И они бы просто упали бы Как только до них доходила бы очередь хода Они бы тут же ложились Ну что же, двигаемся с вами дальше 65-я позиция Неплохо, кстати А знаете, что мы можем с вами сделать сейчас? Нам придется, конечно, откатики использовать Но мы можем немножко с вами бустануться Каким образом, ребята? Естественно, берем, например, Леонарда Берем вот этих вот наших всех Неотыгранных персонажей И смотрим, что у нас здесь происходит Естественно, Леонарда сейчас будет бомбить вертушку Ну, остальные будут у нас на подхватке Чтобы добивать вражин Давай проверим Будет ли это у нас работать Это работает просто идеально И если я не ошибаюсь До 56-го уровня Как минимум Я имею в виду 56-го уровня врагов Так что Не стоит расстраиваться Возможно, мы даже доберемся до Лиги Сегонов Две звезды, конечно же Поехали далее И здесь Ух, Алексеюшка У тебя все в серебре Я смотрю Давай, наверное, тогда тебя и выберем Так И Кто у нас тут еще остался? О, тут еще персонажей Хоть отбавляй, ребята Ну, конечно 45-е уровни Обязательно должны быть сыграты Я уж там молчу про 30-е, да? 20-е Но вот эти-то В любом порядке Должны отыграть свою роль Так Хуба Шуба Да, ребята Все, они упали И, конечно же, с вами двигаемся далее И, скорее всего, зайдем Зайдем в Лигу Сегонов Две звезды И я буду этому очень рад А потом пойдем уже, конечно же На испытания Какая позиция? 14-е Это говорит о том, что нам, наверное, еще один бой И все будет на мази И для этого я возьму Безымянку Вот этого вот Персонажа Так, Лео, давай возвращайся Да, не спорю, ребят Мы Тратим с вами откаты Но, поверьте Неделька-то хороша на самом деле, да? Из-за этого персонажа можно подраться А кто у нас разыгрывается? Естественно, Леонардо Ролевой Так, погнали Вертухан 54-й уровень Да, это уже, ребят, ну Около предела Максимальный уровень, который мы не можем пробить Это 56-й То есть, они все выживают Хотя, мне кажется Опять же, все зависит от везения Может быть, он под критом будет стоять И, конечно же, тогда он всех сможет забомбить Ну-ка, снежком Пульнем-ка в него Отлично Морозилочка Сработала великолепно Даже, как говорится, не надо было замораживать Просто наповал его Шлепнули Ну Ее Лига сегнула в две звезды Как я вам и говорил Ну, а мы продолжаем Нашу баталию И тут Або Есть какой-то Або Есть у нас Александр И есть Кристоф Нет, я возьму тогда, наверное, Александра Будем драться с ним Так, у нас, по-моему, ребята Уже Персонажи Так Бакстер Муха Змея Карай Ну и кого-нибудь здесь Послабее возьмем Пускай это будет Мутагеноид И Пиццилиций Там, кстати, у нас Еще и Острозуб есть Можно его Чтобы он тоже отыграл Это новый Испеченный Таунд Ну, Таунд я называю, ребята Провокаторов, да Который у нас Только вчера Апнулся В голду Вообще на изи Смотри, всех повалили Лео такой непредсказуемый, да Черепашон Который Может всех С удара положить А может и пасануть И обычно пасуют В ненужный для меня момент 73-я позиция Двигаемся с вами дальше И Аллакса Хм Ну, давай возьмем Аллаксу Лео, давай Возвращайся Так Ну 40-й уровень Ну, ладно А вот 37-й Это, конечно же, ребята Опасно Опасно, знаете почему? Потому что мы можем Слиться по провокации Не по провокации А по Как это называется-то у нас Короче, инициативы У нас может ее не хватить И Они сейчас вот могут Вот Вот об этом я вам и говорил Видите, что происходит, да? Они начинают ходить То есть Немножко не хватает И все Так, ну ладно Давай попробуем зачекрыжить Ага Слышь, упал И Контратака здесь не забываю Ох, сейчас Опасно, ребята Ребята, вот это Я вам серьезно говорю Пацан, ну-ка Пробей его Да какой там Он 40-го уровня Ребята, у него ничего не получится Блин, а Донателло Донателло 37-го Нет Так дело не пойдет Давай лучше просто пробафаемся И добиваем Ух Слушай, ну опасно было На самом деле Вот такие вот шуточки Это все как раз Вот из-за Донателло Он 37-го уровня Очень мало у нас Инициативы И чуть было Не сфейлились Мы на этом месте Ну что же Двигаемся И попадаем На 51-ю позицию Поехали Я думаю, что Последний, наверное У нас с вами будет бой Опять же Возьмем безымян Так, раз, два, три, четыре, пять Так, Лео Давай вот так вот Сделаем нашу Супер-пупер команду А вот здесь Хоть кого бери Любого малыша Инициативы у нас здесь За глаза Потому что Персонажи мощные Да И, как говорится Наш хоккеист Кейси Джонса Здесь особой роли Не играет Единственное, что Если им дать Ход Они, конечно же Все будут Именно его бомбить А им даже и бомбить Не надо Пару ударов И он упадет Ну-ка Под критовку, ребята Мы бьем Четенько И добивочный Ух Хорошо-то как Ну что Все С турнирной ареной Мы с вами Закончили И идем На испытание Так Переходим мы с вами На Тридцатую позицию Ребята И будет у нас Лига Сегунов Три звезды А там мы и до мастера Рукой подать И это причем, ребята Только неделя началась Так что Все Окей Ну-ка Вот здесь Нужно определиться Какое испытание Мы сегодня будем проходить Мы, конечно же Все эти испытания Проходили Абсолютно все Не один раз Но с каждой С каждой неделей Мы немножечко Продвигаемся Да На один эпизодик Но двигаемся Ну, опять же Это не всегда происходит И Может быть Нам Слушай, давай Попробуем Вот это вот Борцы с преступностью Кирби Тут у нас Пульверизатор Он мне, кстати, нужен И смотрите Самое интересное, ребята У меня Пульверизатор 95 ДНК То есть 5 ДНК Находим на него И сможем его Прапать В 5 золотых звезд Но это еще не все У нас же так же Так, где-то, где-то, где-то Где-то внизу, ребята Острозуб Я ищу Острозуба Так, вот он У него, ребята 97 ДНК И тоже он Сможет После того Как наберем 3 Перейти в 5 звезд Золотых Шикарно Да это вообще Отличненько У нас Будут 2 героя Которые будут Ждать своей участи На платину Хотя, если честно Тут у нас Очень много Кто готов Перейти в платиновый ранг Естественно При первой же возможности Как только мы с вами Насобираем Те самые осколки Ну что же Это так Было вкратце Небольшое отступление А мы с вами Идем на испытание Борцы с преступностью И первый Кто у нас, ребята Здесь будет Это Кирби Да, я вам еще раз говорю Не очень хорошую Мне дали команду Ну как, команда хорошая Но она не очень прокаченная Поэтому Слишком далеко Мы здесь Естественно С вами Не зайдем Так Здесь можно поставить Автобой Потому что Ну, сами понимаете Десятый уровень врагов Что тут париться Они сами сейчас Разберутся Без всяких проблем Так У нас тут Мутагеноид И Был Мундагека Который уже валяется Пока все хорошо Третья волна Я никакого сопротивления Вообще не вижу Тут Пульверизатор Роквелл И слэш Все они Падают Ребята Просто Не даем Никакого шанса Им сделать ход И это Меня радует Три звездочки Мы получаем с вами ДНК на Кирби И двигаемся Конечно же Дальше Так Но заскрипело Заскрипело Так Следующий у нас Будет Пульверизатор Да Поехали Ну Команда та же самая 25 уровень врагов Поэтому опять же Я ребята Ставлю на автобой И они сейчас Здесь всех Подчикрышат Ну вот видите сами Бронированные тараканы Которые тут 20 уровень всего лишь По одному удару И они конечно же падают Так Тут у нас Кейси Джонс И Кирби На получи Так Шикарненько Двигаемся с вами Далее Так Кожеголовый Упал Пит Падает И Мундагека тоже Кстати Самое интересное Да Они иногда Ребята у нас Бомбят Дронов Да А потом Приступают Разносить героев Но здесь Почему-то Они наоборот Решили Забомбить Героев А потом В конце Уже Вот эту Второстепенку Начали бить Очень интересно Ну что же Макман Да Давненько Ребята Кстати В свое время Если кто не верит Макман у меня Рулил Он просто Отжигал Я в нем души не чаял Так же как в принципе Когда у нас появился И Зэк И Крис Брэдфорд Нет Хотя Крис Брэдфорд Особым фаворитом У меня не был Никогда Ну Из-за того Что у него не было Ни одной массовой Атаки У Макмана Кстати тогда Тоже не было Никакой массовой Атаки Но он Колоссально Давил врагов Своим вот этим вот Люком Прилипшим к ноге И мне вот это Очень нравилось Потом конечно Все это ребята Сошло на нет И Как видите У меня Стали В приоритете Наши имбовые Игроки Точнее персонажи Которых я начал прокачивать В которых я увидел Как говорится Потенциал В дальнейшем Прохождении Но в то же время Все равно Как-то обидно Да Потому что Макман Тоже один Из первых персонажей Который у нас Появился В команде А у нас Ох Здесь Пит Кстати на Пит Тоже очень тяжело Найти ДНК Я вам серьезно говорю Он у меня до сих пор Ребята в бронзе Хотя Появился он Ну как Не так уж Давно Но тем не менее Если бы Где-то можно было бы Пофармить Он бы уже давным-давно У меня хотя бы Ну в серебряный ранг Перешел А он до сих пор Еще в бронзе висит Причем Бронза Две звезды Ничего не поделаешь Вот только вот В таких испытаниях Мы можем с вами Получать по одной Всего лишь ДНК По одной Нет Можно конечно Попытаться фармить Но Шансов все равно Мне кажется Маловато И тратить откаты Для этого Ну Нецелесообразно Ребята Вот я вам серьезно говорю Так Ну что же Крис Брэдфорд Сделал усиление Точнее защиту Слэш падает И кожеголовой Так Что он сделает Что-нибудь Дудки тебе Все Он упал Так Ну что у нас ребята Помойный дрон Ой дрон Крэнк Сейчас он тут вылезет Спрятался Типа Сколько раз я вам говорил Что вот этот чувак Мне напоминает Робота Ну Два фильма Первый Это Звездные войны Помните там были такие вот Чуваки на двух ногах Ходили А второй цыплака Из Робокопа Такая Знаешь Облегченная версия Ну что же Три звездочки И соответственно Мы с вами получаем ДНК И двигаемся дальше Я вам скажу Предел у нас будет Где-то на Шестидесятом уровне То есть Когда мы дойдем До эпизода Где Наверное Это будет Вот здесь А может быть Даже и на Роквале Сейчас глянем Так Тут 55 И пока еще терпимо Это мы с вами будем разбирать Да Даже несмотря на то Что у нас Кто тут слабенький У нас слабенький Змейковьюн 62 уровень Но здесь 55 Так что Можно в принципе Не напрягаться А вот следующий эпизод Да Там уже будет Действительно Щекотливая ситуация Ну Кожеголового Мы Навряд ли с вами получим Интересно А у Кожеголового есть Массовая атака По-моему есть Да он ложится Ребята И катится Тем самым Нанося урон Всем По-моему да Именно такой у него Так бомбим Давай Провокацию Молодец Рокзарчик И вот сколько Играю Ребята Я вот В противниках Да Очень Очень много Не вижу Персонажей Которые например Есть у меня Но Их почему Никто не использует До сих пор Не могу понять Почему Например Донат Донателла Хотел сказать Черепашки Космос Вообще практически Здесь их нету Они не присутствуют Против нас Почему так происходит Нет объяснения В основном Какая-то классика Выходит Так Ну-ка Отличненько Сейчас мы Кожеголового Размочим Да ладно Крис Зачем так Можно было и без этого Обойтись на самом деле Так Слэш Хотел сказать Потенциально труп Ну его добил Зэк Ну и Рафаэль Ну естественно С контратакой Как же без этого Все Здесь прошли Ну вот Следующий уровень Будет уже Ребят Напряженный Там 65 левел Так О Голубь Пит Две ДНК Кстати ребята Я вам хочу сказать Так А если Да Мы можем Пофармить Предположим А нет Смотри Только вот здесь Можно вытянуть Пита Ну что друзья Эпизод шестой Давай посмотрим 65 уровни Если я отсюда Уберу Змейка Вьюна Давай попробуем Сделать вот такой трюк И На три звездочки Пройти Да конечно У нас на ноу героя Меньше становится Но я думаю Что это выгодно Они бы все равно Начали бомбить Именно Змейка Вьюна И он бы погиб Далеко бы мы с ним Не ушли Точнее может быть И прошли бы Но его потеряли бы И у нас было бы Всего две звезды А тут будет три То есть мы с вами Можем пофармить Маленечко Если конечно захотим Ты смотри Как хорошо проходит Все Просто Зэк бросает свою бомбочку И полотряда падает А они С 60 уровня Все были Так Шикарно Майки Успокойся Я бы тебя понял Если бы ты поставил бы Например уклонение Но со своей атакой Никчемной Ты можешь идти И отдыхать Вот Вот это ребята Удар от Макмана Мне всегда нравился Когда он топотульку свою Врубает Так Хорош Майки Успокойся На-ка Выкуси Так Готовченко парень Ну Макман Упадешь Нет Он сопротивляется Четвертая волна И здесь у нас Слэш Кожеголовый Оу Леонардо Ну куда ты делаешь А Массовая Да Ладно Вот смотрите Сейчас они начали Почему-то разбирать грибов И И начинает Немножко тупить В плане того Что Крис Начинает Защиту Ставить Этот Как его Розар Начинает Провокацию Ну Кожеголовый Тоже не дурак Видишь что он делает Тоже врубил провокацию Но ему правда Сейчас кирдык Да Роквал тут буянит Ага Заблокировал Ну естественно Лео делает Отхил Это в принципе правильно Я бы так же поступил бы Слэш Бутузит Ой-ой-ой Как хорошо Это звездоно Слушай интересно Мы с вами Следующий Эпизод Сможем пройти Ну судя по тому Как тут нас разбирают Вряд ли Но попытаться надо Согласись Четенько Если мы с вами Пройдем Следующий Эпизод Да Который у нас остался один То у нас Вот это вот Борцы с преступностью Будет пройдено Полностью Понимаешь Ааа Эпизод седьмой А тут еще и эпизод восьмой Я ребят Как-то Как-то не увидел Вон Тогда нет Тогда конечно же Не пройдем Мы с вами полностью 75 уровни Слушай Ну это довольно Сложно будет Я знаю Что мы его не пройдем Тогда я возвращаюсь Сюда Змейка Вьюна В любом случае Нам здесь не светит Три звезды Это хоть ты тут Тресни пополам Не получится Смотри Что происходит И у нас Причем При этом Нету Хила Вот Вот большая Ребят Проблема для этой команды Нет хила А у нас уже Смотри Ох Что они сделали Ты понял Да они еще и под воротом Они под уклонением Ну и что я тут могу сделать Да ничего ребят Смотри Триндец полнейший Ну естественно Змейка Что творят Вот ироды По-моему кто-то упадет Ну змейка Вьюн Естественно ребят Провокацию Зачем она здесь Нужна Зачем я это сделал Сейчас Кто мне скажет Я не знаю Но это Беспонд И знаешь почему Потому что У меня здесь Не прокачаны Например Был бы у меня Зэк Восьмидесятого Или девяностого Уровня Да И тот же самый Бакстер Стокман С Рокзаром Ох Они бы тут Поплакали бы А они Семьдесят пятого Естественно Не вытягивают Понимаешь Не вытягивают По мощам По силе По здоровью Не вытаскиваем Мы Этот ребята Бой Мы с вами В первой волне Уже все У нас уже герои Разобраны Все абсолютно Что я тут могу сделать Да ничегошеньки Не могу Какого-то Хламона пробить Семьдесятого Уровня Ну о чем это говорит О том что В следующей волне Нас Нет Ну здесь мы еще выживем Потому что здесь Ну ватники На самом деле Так что Давай массовую атаку Бумс Так Пинками их Добьем всех Сейчас Так Вот эти Эти ребята Изи На самом деле С ними даже Разговаривать Не о чем А вот тут Вот тут Сейчас начнется Что бы делать Ну Морозильную кошку Естественно Нужно в первую очередь Уничтожать Это Потенциальный хиллер Да Ать Как ему хорошо А если пробивной Нормуль Так Бросать бомбочку Ну давай бросим Сейчас Макман Врубит Топоту на своего И кого-нибудь Раздавит Опа На Провокация Вот видите О чем я вам Ребята и сказал Понеслась Да Зек у меня Погиб Да ребята А вы что думали Вот в принципе Такой разбор Полетов Они мне устроили Знаешь Вот Сейчас разобрали Как сынулю Даже не поморщились Да Обычно я так делаю Но Неприятно Когда делают Это с тобой Ну что Давай попробуем Здесь достать Пита Глупо конечно Но Ну а почему бы Нет Давай попытаемся Поехали Так Выпадает Монда Гека Шесть Серебряных Осколков Три Золотых Два Доллара Ребят Я Трачу Откаты Все Все Кончилось у нас С вами Как сказать Мороженый сыр Поэтому Мы дальше Ничего с вами Сделать не сможем Так Мы осколки с вами По-моему Вчера искали Да И все Нашли Что могли Да Все Отбили Ну что друзья Давайте тогда На сегодня Будем закругляться Увидимся с вами Завтра А может быть Послезавтра Потому что у меня Две рабочие смены И если кто-то Спрашивает Рэй А почему У тебя через Два-три дня Нету видосиков Ну потому что Ребята я работаю Да А раньше мне Как говорится Летом еще хватало сил После работы записать Ну сами понимаете Да Летом всегда проще Чем зимой Когда у тебя сугробы Морозы Под двадцатник Да еще и на смене Под двадцать часов Так что Вы уж поймите меня Так что друзья Увидимся В ближайших Скорых видосиков Удачи вам Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok